В Приднестровье по-новому будет работать механизм государственных закупок. Соответствующий законопроект приняли в Верховном Совете. Документ позволит обеспечить открытость, прозрачность и эффективность госзакупок. Нововведения воплотят в жизнь постепенно. Было принято решение ввести данный институт с 1 июля и по определенному ряду учреждений и предприятий. Для того, чтобы все шероховатости, которые возможны при реализации данного института, были выявлены и отредактированы либо законом, либо подзаконным нормативным актом. И уже с 1 января 2020 года вся система госуправления перейдет на новый институт государственных закупок. В следующем году планируют разработать и запустить официальный сайт госзакупок. Там разместят всю информацию, требования к поставщикам и заказчикам. Дубасарский райсовет утвердил основные параметры местного бюджета на будущий год. В 2019-м район планирует получить 83 миллиона рублей. Расходы, по прогнозам специалистов, превысят 105 миллионов. Источники покрытия – дотации из республиканского бюджета. Впервые в 2019 году более 3,5 миллионов рублей заложили на благоустройство дворовых территорий, школ и детских садов. Более 23 миллионов направят на ремонт и дорог. Все программы, которые существовали в 2017-м году, они продолжат свое существование и в 2019-м году. И пропшел активно проявлять насильственное предложение в рамках таких рабочих групп. В этом году хорошо показалось, что программы исполнения наказа избирателей – 430 тысяч, но они эффективно были использованы. Мы будем предлагать, чтобы увеличить сумму фононаказа по следующему аппаратуру. К формированию конкретных программ в Дубасарах приступят сразу после новогодних каникул. Как разрешить спор с наименьшими потерями? Бизнес-ассоциация «Мост» предложила альтернативу судебному разрешению конфликтов между предпринимателями. По мнению авторов, инициативы решения суда стороны зачастую не исполняют и обжалуют вышестоящие инстанции. Споры рассматриваются долго. Если по каким-то причинам возникает основание для отложения дела, то следующее заседание, как правило, в связи с тем, что уже календарь занят, рассматривается через месяц или через полтора-два месяца. Это влечет то, что споры рассматриваются очень долго, больше года может быть даже. Разрешить бизнес-конфликт поможет медиатор, уверенный в ассоциации «Мост». Это независимый арбитр соответствующей квалификации. Его услуги в равной степени оплачивают оба клиента. Компромисс при таком посредничестве успешно находят во многих странах. Предприниматели – за дополнительную возможность решения деловых споров. Позиция Минюста судебно-правовой системе медиаторы не навредят. Главное, чтобы их деятельность регламентировалась. Соответствующий законопроект Совет по предпринимательству поручил подготовить бизнес-ассоциации «Мост». В этом году жалоб на работу ЖКХ в Рыбнице стало в два раза меньше. Об этом говорили на встрече с домкомами. Острые проблемы у нас, как всегда, это кровли. В этом году мы практически вышли на положительную динамику. И вот сейчас будем формировать план 2019 года, намного меньше заявок, чем было в 2017 году. То есть мы практически, я думаю, еще в этот год и выровняем ситуацию. В этом году в подъездах Рыбницы деревянные окна заменили на металлопластиковые, установили и современные двери. А еще появилось 15 новых пандусов. На встрече говорили и о трудностях при расчистке внутридворовых дорог. Жильцы оставляют припаркованные машины прямо у своих подъездов. Снегоуборочная техника зачастую просто не может доехать до места. К Новому году готовы. В Тирасполе определили лучший праздничный декор. Специальная комиссия обследовала городские предприятия, общественного питания и торговли. Выявили 14 объектов. Победители оценивали не только по числу новогодних украшений, но и за оригинальность. По оригинальности комиссия отметила Агропромбанк, по общепиту кафе-мафия. Цель одна у всех – это сделать наш город краше. То есть вернуть те советские времена, когда все старались, из ничего делали что-то, чтобы разукрасить город. Когда это сделано со вкусом, даже не столь большие вложения, но приводят к таким вот результатам. Призерами городского конкурса также стали торговый центр «Счастливый мир» и административный корпус компании «Шериф». Победители ждут дипломы и призы. Кстати, для них это станет новогодним сюрпризом. О своем участии в конкурсе предприниматели даже не догадывались. Редактор субтитров А.Семкин